Всех приветствую! Мы в магазине ствол и как мы представляли недавно на стриме новая винтовка Diamondback DB15. В данном случае это карабин в калибре 223 Remington или 556. Сделаем небольшой внешний обзор по ощущениям. Посмотрим, что внутри, какой УСМ. А все остальное уже будет на полном обзоре после покупки. Давайте немножко подробно. Dustcover имеет гравировочку лазерную. Бадик половину, как я говорил, имеет профрезерованные клейма. Часть лазерная гравировка идет, также как логотип с другой стороны. Приклад фирмы Rogers Superstock. Ездит легко и в чем его особенность, он вот таким образом фиксируется и у него убирается полностью люфт. Очень прикольная штука. Ну и многих, наверное, что интересует, есть ли люфт Апероловера. Давайте смотреть. Вот я пытаюсь подвигать. Небольшой есть. Небольшой люфт есть, но это, в принципе, винтовка, сделанная по стандартам Милспек. То есть у него Милспек труба. Вот приклад, кстати, идет, а не commercial. Ну и некоторых не буду сейчас рассказывать, тоже на полном обзоре. Есть, короче, в партии винтовок этих, которые въехали в Украину, есть специфика одна интересная. Но это пока секретная информация, потом расскажем. Цевьё, как мы показывали в стриме, сверху имеет проточку, подхват. То есть это более такое спортивное цевьё, то есть дополнительных планок на нём нет, чтобы было более удобно. То есть кому что надо будет, просто навешивают, поставят. А так вот именно хват под руку. Очень удобный. Вообще винтовочка такая ухватистая, легенькая, тоненькая. Система у нас GI газовая. Размер карбайн, да, идёт у нас. Ствол с одинарным профилем. Нет, соврал, не одинарный. Вот если присмотреться, за газблоком есть утолщение, потом немного идёт такая фасочка. Он сходит до толщины такой же, как внешний профиль идёт. То есть не полностью прямой и возле патроника увеличивается, а с переходом, где газблок можно поставить. Так, покрытие какое-то интересное, такое своеобразное, что ствола, что цевья. Такое немножко с вкраплением вроде, не знаю, как под серебрянкой или от масла, скорее всего. Очень прикольное покрытие, такое сатиновое, аперловер идёт. Ну, масло понятно, что выступает, это все движущиеся части здесь смазаны. Но в целом винтовочка оставляет очень положительное впечатление. Так, давайте магазинчик с таким подавателем оранжевым, ну, из очень тонкого металла сделан. Made in USA. В общем, консервная баночка. Размерчик 225-56, понятно. Ну, практически с тонаговского формата. Откладываем, всё равно менять. Ну и, собственно, давайте откроем саму винтовку, посмотрим, что у нас внутри есть. ОСМ одностейджевый, по сути дела, мел-спек стандарта. Вот так я, наверное, сниму полностью, апер. Так мы посмотрим, чтобы было лучше видно. Затворная задержка, одностейджевый ОСМ. Сейчас попробую спуск немножко сымитировать. Хорошо по пальчику ударил. Здесь без холостого хода практически. Очень классный спуск. Немножко туговат переключатель идёт. Ну, я думаю, он разработается, но щелчки включения чёткое. Очень классно. Ну, кому нравится фаспорт, поменяют, конечно. Ну, именно винтовка эта берётся для, как бы, пострелушек таких в наших условиях. Поэтому смысла особо на спорт, наверное, менять нет. Баффер. Ну, собственно, давайте посмотрим запорную группу. Доскавер открывается при работе. При работе, собственно, вот. Вот такой вот болт. В информации имеющиеся полный цикл имеют фирма Diamondback на производство этих винтовок. То есть они и стволы сами делают. И полностью в них идёт своё производство. Болты. Болткерлеры, болты, собственно. Рукояточка односторонняя. Ну, и можно посмотреть, наверное, стволы, если получится. Вот, собственно. Такая интересная зонтёрская масса. Есть на рынке типичная. Есть на рынке типичная. «Стволы». Ну, красота. Что могу сказать? Хороший конкурент многим другим карабинам R-серии на данный момент. Всё. Всё. Всем спасибо. До новых встреч с этой винтовкой настреливающей. Редактор субтитров А.Семкин. Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова